здравствуйте уважаемые слушатели радио проект сегодня у нас опять спортивная передача и у нас в гостях нас спортивный обозреватель илья матусов и поговорим мы сегодня опять о биатлоне нашим любимом виде спорта и речь пойдет об этапе кубка мира уже 2020 года немецком оберхофе здравствуйте здравствуйте итак давайте начнем может быть тех условий в котором приходится спортсменам соревноваться говорят последнее время много о глобальном потеплении и в германии очень сложно найти место еще где вы зимой хоть сколько-нибудь снега лежала бы постоянно и как с этим обстояли дела в оберхофе ну да правильно как вы уже сказали место где есть снег в германии найти очень трудно теперь уже стало но и в оберхофе тоже снега не было и поэтому организаторам было тяжело насыпать искусственного снега на трассу а также еще поддерживать трассу в хорошем состоянии на всем протяжении этапа ну и получилось так что вот в первые два дня трасса оставлял желать лучшего то есть там была и грязь да на ней ну да это еще было в связи с дождями там в оберхофе но потом в субботы уже стало холоднее даже немножко снега выпало не конечно немного но все-таки получше и трасса стала тоже намного тверже и всем стало ездить намного приятнее чем ну и как раз самые интересные гонки и были в субботу и воскресенье ну да ну давайте начнем обзор все-таки со спринта которые были в будние дни в четверг и в пятницу и первым был женский спринт расскажите кто там занял лучшие места кто хорошо себя проявил но в последнее время конечно же у женщин доминировали норвежки и так и осталось и в этом спринте тут выиграла норвежка марта вальсбер розеланд которая пропускала как раз же этот этап кухая мира в лейгра барнанде но и может быть даже поэтому в оберхофе она выступила очень удачно и смогла выиграть эту гонку на второй стала немка денис херман она стрельнула одну ошибку но бежала хуже чем ольсбер розеланд и поэтому отставала на нее на аж на 33 секунды это значит что розеланд бежала даже очень очень хорошо третья юлия симон из франции она тоже стрельнула ошибку и отставала на марта ольсбер розеланд на 47 секунд а вот доминаторша легра барнанда и даже немножко хохвильцы на тире лекхо стало всего лишь пятое с двумя ошибками ну хотя это тоже вообще-то хороший результат вот русские женщины выступили не очень хорошо или даже очень плохо лучше это светлана миронова на девятнадцатом месте с двумя ошибками а также анастасия поршнева заняла двадцать девятое место с одной ошибкой лариса куклина с двумя ошибками стал тридцатый но еще надо сказать что после этого спринта не было гонки не было гонки преследования так что это отставание особой роли не играли только места были важны ну давайте посмотрим теперь что произошло у мужчины там у нас вернулся к прежней силе может быть мартен фуркат ну да он вот выиграл эту гонку он отлично пробежал стринул ноль ошибок и конечно же заслуженно стал первым но надо еще отметить что тот человек который все предыдущие этапы занимала почти все время первое место и йоханна стингисбео его не было на этом этапе не будет на следующем связи с рождением его ребенка второе место занял тоже француз эмильо жак-лёс он стрелял одну ошибку но поэтому не смог достичь результат фуркада третий стал немец юханес кюн тоже с одной ошибкой а вот четвертый и пятое место заняли русские биатлонисты четвертым стал и матвея лисеев с нуля ошибками а пятый стал александр логинов с одной ошибкой они отставали где-то все время на 40 45 секунд от фуркада ясно ну хорошо а потом же наступила у нас суббота и прошли эстафеты опять и по моему мнению что-то эстафеты последнее время проходят очень часто вот расскажите какие может быть особенности были в этих эстафетах сначала же о женской мы поговорим ну да достаточно они часто в этом сезоне будут проходить но мне кажется это по моему мнению это даже нормально эстафета все время интересная гонка но вот жалко только что не все страны выставляют своих лучших биатлонистов уже на эстафете так часто они проходят и поэтому они считают уже что не обязательно ставить лучшие лучших биатлонистов а лучше поберечь их на индивидуальные гонки у женщин это еще не так заметно а вот у мужчин уже намного больше например в этой эстафете многих не было из-за лидеров там клубка мира но давайте сейчас поговорим о результате женской эстафеты тут первыми стали норвежки они финишировали с 11 ошибками но все равно хорошо проехали состав этой эстафеты был сына весолем дали ингрид ландмарк тандроволд марта ольсбер розеланд и тире леков но тут конечно ольсбер розеланд и эков конечно вывели эстафету норвегии на первое место первое место вторыми стали шведки в составе эльвира ойберг лин персен моно брорсон и хана эберг они тоже стреляли очень хорошо но все равно в беге они были хуже чем норвежки 3 француженки в составе юлия симона на избе сконс или аманье и жестин брайзас они стреляли 12 ошибок и финишировали составанием 33 секунды на норвегию ну а что касается русской команды они заняли всего лишь седьмое место в составе кристина лесцова анастасия поршнева светлана миронов и лариса куплина но надо отметить что этот был не лучший состав тут конечно же не было екатерина юрлова пешки вместо этого бежала там поршневые поршнева но все равно русские биатлонистки они стрельнули слишком много ошибок просто 14 ошибок это для эстафеты которые в беге не очень хорошо это конечно достаточно плохой результат и мне кажется у русских женщин они либо выступают хорошо и все время в лидерах находится в эстафете либо совсем плохо и все время уже с первого рубежа уже сзади где стоят и пытаются потом как-то там догнать догнать и занять какое-то место в общем все зависит от стрельбы до женщин ну вот вы упомянули анастасию поршнева а в эстафете мужчин я так понял это ее брат да никита поршнев участвовал у мужчин у женщины опять-таки заменяя кого-то из более сильных сильных представителей российской сборной но давайте по порядку расскажем что же было в мужской эстафете но в мужской эстафете так же как и в женской эстафете победила норвегия в составе ларс хельга бирка лантерленд бьонте гард юхан из далее в это ли сестр от крестьян за на меня это даже немножко удивило потому что вообще-то они стрельнули даже два штрафных круга 8 ошибок ну и во вторых это был их не лучший их состав тут конечно же не было ни тарьи бы не юхана сатинга сабио и поэтому меня это даже немножко удивило что они смогли все-таки выиграть вторыми стали французов в составе мелье жак на марта фуркат симон 10 и квантофи юмайе тоже с двумя штрафными кругами и с шестью ошибками но они всего лишь отставали конечно же на норвегию на 4 секунды поэтому они как бы были почти равны третье немцы в составе филипп хорн юхана спина пайф пайфор и бенедикт доль не стрельнули 2 2 штрафных круга и 14 ошибок ну и отстояние расстояние на первое место у них конечно тоже было порядочное 48 секунд русская команда заняла четвертое место в составе саид каремула калилия евгений гараничев никита поршнев эдуард латыпов это конечно же тоже не их лучший состав тут вот саид калилии это вообще для россии немножко необычное имя расскажите пожалуйста что это за биатлонист оказался в российской команде у него отец афганистанец как бы он приехал в россию и тут у них это стал жить в россии тренироваться и тренироваться потом тоже калили его сын тоже стал тут уже в россии биатлонистом и стал тут выступать и теперь это было в дебютный выходной и пока что от него это супер результатов не было но их хочется еще отметить что русской команде тоже они стрельнули 0 штрафных кругов и 9 ошибок и все равно стали четвертым напомнить например какие-то немцы там аж два штрафных круга и 14 ошибок и это тоже показывает что все таки в бега русские сейчас вообще не в беговой форме что особенно они очень плохо бежали потому что все таки ошибок то у них намного меньше чем даже в норвегии и все равно они четвертые состоянием больше минуты на первых поэтому это тоже до показателя их малой скорости на лыжне ну это конечно еще потому что елисеева и логинова не было но все равно я считаю да да все равно да так ну наконец воскресенье как мы уже сказали на достаточно хорошем качественном снеге состоялся масс-старт напомним масс-старте принимает 30 лучших участия и в женской гонке расскажите как прошла она кто там победил но тут победила кайса мэка райнан из финляндии с одной только ошибкой и отличие отличным бегом но это конечно даже немножко удивительно было потому что она пока что еще в этом сезоне выступала не очень хорошо и она уже тоже в годах так сказать но все равно бегает она до сих пор хорошо и если хорошо стреляет то может претендовать на лучшие места интересно было что она стреляла только одну ошибку хотя другие стреляли намного больше даже например вторая тирелеков даже 4 стреляла 3 марта ульсброзелан тоже из норвегии с тремя ошибками ну а вот русские женщины заняли два самых таких места которые самых плохих места которые можно было и занять это двадцать девятая и тридцатая светлана миронова стала двадцать девятый с десятью ошибками расстоянием пять минут двадцать три секунды на мэка райнана лариса куклина заняла 30 место с одиннадцатью ошибками с расстоянием пять минут двадцать пять секунд на мэка райнана какая-то у них просто просто что-то не повезло им в этот раз я представляю вот до них было три сорок то есть боль почти две минуты никого не было и тут приезжают почти вместе две россиян это очень было странное зрелище да ясно ну а у мужчин может быть у мужчин россии немножко лучше выступила ну немножко лучше но все равно не так хорошо как хотелось бы тут матвей елисеев занял десятое место с четырьмя ошибками александр логинов 17 место с пятью ошибками то есть не помогло то что их поберегли и не стали использоваться не помогло эту гонку тоже победил француз мартан фуркат который победила сприн тоже хорошо очень выступал только с двумя ошибками и тут видно что когда не ухана сетинга себя нету фуркат принимает эту роль на себя и выступает теперь как бы взамен убил то есть реально в принципе по итогам всего сезона он может выйти на второе место я думаю ну да или даже может быть на первое если бео будет потом хуже выступать даже вполне возможно что он его потом обгонит все равно еще до того как бео выйдет но то что будет потом это уже неизвестно второй стал немец ант пайфор с тремя ошибками расстояние 20 секунд и третий симон 10 из франции с тремя ошибками тоже расстояние 20 секунд фурката понятно но еще какие-то были несколько таких особенностей или курьезных моментов я знаю что тари бео проехал мимо штрафного круга точнее почти проехал да расскажите пожалуйста об этом да он в спринте он стрелял один штрафной круг и его не бежал сразу поехал уже вниз горки туда и не заехал штрафной круг потом все-таки вспомнил еще поднялся по горке вверх и поехал штрафной круг но вроде бы его не диск не дисквалифицировали потому что он как бы никому не мешал ехать он как бы вернулся и свою ошибку поправил хотя вообще-то ехать против движения нельзя но слава богу ему никто не попался ну да но так как он никого не никому не мешал ехать ясно вот ну а в италии с италии что-то там произошло что лыжник вылетел вообще с трассы упал да ну да там кажется думник виндиш просто на повороте очень круто он вылетел и прям врезался в рекламный щит хотя италия к этому времени была в эстафете даже на втором месте и поэтому не шансы были большие но он врезался да это в эстафете он да вот в какой-то причем там уже я так понимаю как вы мы сказали вначале снега то почти не было то есть он вылетел вообще на землю куда-то и там он лежал очень долго и потом он не мог просто больше чем две минуты лежал и пока ему там дали ружье нормально там поставили его подняли лыжи там дали то есть это тоже прошло очень долгое время и тут италия заняла только в конечном итоге двадцать третье место с шестью штрафными кругами и четырнадцать ой ой он еще и потом и кто-то там в конце ошибок ой еще ошибок настреляли это последний ну да да но упал то доминик виндиш он действительно сразу две минуты потерял да он очень в общем вот как не стараются организаторы что-то улучшить трассе поставить какие-то отбойники или так далее все равно периодически встречается что люди просто вылетают то ли они плохо трассу знают ну да но в оборхофе тоже трассы такие там повороты крутые тоже есть и спуски тоже поэтому там тоже не так уж легко проехать да ну понятно но хорошо следующий этап у нас где пройдет опять германии как всегда вот эта парочка этапов да опять в германии в этот раз в рупольдинге уже в баварии и надеемся там будет опять уже снег и да все-таки в баварии шансов на снег больше ближе к альпу спасибо большое до встречи снова в эфире мы наверное про следующий этап тоже в эфире расскажем да